Переселенцам заморозили долги по пенсиям. Официально такое решение принял кабинет министров. Правозащитники рекомендуют людям судиться. Органы пенсионного фонда подождать. Елена Успенская разбиралась в проблеме. В Валентине не начисляют пенсию уже два года. Женщина проживала на неподконтрольной территории. Четыре месяца назад переехала из Донецка в Покровск. Сразу подала заявление на восстановление выплат. Но денег до сих пор нет. Документы в обработке не платят с марта. Людям не платят. Месячные кому выплатили, а задолженность не выплачивают еще. В пенсионном фонде пояснили. Выплаты теперь начисляют с момента обращения в соцслужбы. А вот на получение задолженности переселенцы могут не рассчитывать. По крайней мере пока. Так решили в Кабмине. 25 апреля постановлением кабинета министров номер 335 озвучено то, что средства не выплачены, аккумулируются на счетах пенсионного фонда и будут выплачены, когда будет принят особый порядок по выплате этих долгов. На сегодняшний день, если человек какое-то время не получал пенсию, приехал к нам, будет насчитана пенсия с момента подачи заявления. Особого порядка еще нет, а значит и выплату задолженности по пенсии чиновники могут заморозить, переживает переселенец Виктор Федорович. Ему с супругой государство не начисляло пособие три года. Этого особого порядка еще нет ни где, никто не знает. Документы все в порядке. Восстановлены все, а пенсии не платят. Среди переселенцев паника. Пенсионеры выезжают на подконтрольную Украине территорию восстанавливать выплаты. Блокпосты переполнены. Стоим 34 часа, сейчас жара. Все пенсионеры едут. Кто больные, кто кацые, хромые. Им очень тяжело. Соцработники успокаивают. Пенсионеров просят дождаться следующего распоряжения Кабмина. Мол, новое постановление упорядочит систему выплат накопленных долгов. Правда, когда именно чиновники примут такой документ, неизвестно.